всех приветствую я елена канал дачный креатив как я уже говорила собираюсь я делать панно с использованием шпаклевки строительной немножко набросалась здесь так как я хочу видеть это панно думаю что сделаю что-то наподобие части стены дома здесь это будет окошко то есть фрагмент стены а может быть сделаю имитацию старой кладки кирпичной либо мазанки увитые плющом стена дома и вот хочу чтобы внизу был такое что-то наподобие палисадничка но имитация конечно с розочками с цветами вообще лепка для меня занятие новое тем более лепка из теста раньше никогда не занимался это единственная моя первая проба сделали вот такие розочки вот эти розочки это у меня готовые покупала я когда-то давно такие розочки с чего они сделаны даже не знаю наверное может быть полимерная глина не знаю а вот эти вот розочки я уже делала сама и хочу попробовать сегодня еще сделать немножко по-другому сделаю такие же розочки сделаю листики и попробовать хочу сделать еще вот такие вот калы может быть даже и не буду потому что у меня вот есть готовые это фоамиран так что можно его использовать в общем посмотрим сначала хочу попробовать с розочками у меня тесто для лепки из готового тесто вообще можно делать самим разные варианты приготовления теста для лепки там соленое тесто используется кто-то использует в пропорции один к одному то есть 1 часть муки 1 часть соли мелкой и вода соответственно до консистенции такого тугого достаточно тесто из которого можно лепить или другой вариант, когда две части муки, одна часть соли, вода, кто-то растительное масло добавляет, разные варианты. У меня есть готовое тесто, у меня есть вот такое тесто, это белорусское. Вот из белорусского теста как раз я лепила вот эти розочки. У меня была упаковка зеленого теста, это у меня вот оранжевое, а было зеленое. Вот эти розочки я лепила как раз из такого вот зеленого теста. У меня еще есть вот такое тесто, это я покупала в фикс-прайсе. Это Ярославль. В производе здесь четыре цвета. Голубой, сиреневый, зеленый и оранжевый. Так что буду пробовать. Из этого теста Тоже не пробовала еще. Но вот из этого теста у меня вот эти розочки. Получается нормально. То есть делала на руках, без применения каких-либо вообще средств. Сейчас у себя нашла вот такую скалку. Это штамп-скалка. Когда-то я заказывала на сайте Алиэкспресс. Фактурная. Сейчас попробую, кстати говоря, ее использовать. Но и заодно посмотрим, как опечатывается здесь рисунок. И еще у меня вот такой есть инструмент. Когда-то давно покупала я, по-моему, в Аршане. Они совсем недорого, какие-то копейки совсем. Но вот это тоже инструменты для лепки. Откопала и думаю, сейчас вот что-то мне из этого может пригодиться. Так, ну начинаем. Так, это я сейчас все убираю. Да, еще, кстати, хотела показать вот эту рыбку. Эту рыбку я делала тоже для панно в морском стиле. Вот такая вот интересная рыбка получилась. Так, и начинаем. Сейчас я все это убираю. Так, распечатала я тесто. Вот в таких упаковках. Такое достаточно эластичное тесто. Есть небольшой запах, кстати говоря. Вот у этого теста запаха нет вообще. Начинаем потихонечку. Очень мягкое, очень эластичное. Так, сначала делаю шарики небольшие. Серединку розочки. Немножко на конус. Так, теперь делаю лепесточки. Сначала накручиваю шарики. Так, и теперь прям в руках делаю плоским этот шарик. Можно даже тоненький сделать совсем. Лепесточек. Немножко края подгибаю. Как у лепесточка. Так, теперь следующий также. Интересное, конечно, занятие. Я вам хочу сказать. Сидя дома можно попробовать это сделать. Как замешивать тесто, все знают, я думаю. Так что можно замешать тесто самим. Просто у меня вот было готовое. Тесто, кстати говоря, можно и красить. То есть и пищевыми красителями, и гуашью. Подкрашивать, чтобы тесто уже было изначально цветное. Не обязательно, чтобы края были ровные. Потому что у розочек все-таки не всегда бывают идеально ровные края. Так, и теперь собираем розочку. Вот это серединка. И берем лепесточки. Любой лепесточек. Оборачиваем. Следующий. Немножко со смещением. Как бы одеваем эту серединку в лепесточки. Повторяю, я только учусь. Я никому не учу, я учусь сама. Очень мне хочется научиться делать такую красоту. В интернете такую красоту делают из теста. Просто очень хочется попробовать. У меня большая розочка получается. Здесь можно уже не так близко. Здесь вот можно сразу края завернуть немножко. Здесь потом лишнее можно будет отрезать. Так, следующий лепесток. Здесь вот с небольшим смещением. Такая вот уже розочка получается. И еще один лепесточек. Так, ну вот это можно уже лишнее убрать. Такая розочка. Так, ну и мне ее надо сделать немножечко плоской, потому что она у меня должна лежать. Так, чтобы мне было видно всю ее красоту. Вот так оставляю. Так, и теперь несколько розочек еще слеплю. Вот так же, как эти розочки я налеплю. По такому же принципу. Здесь вот я делала без серединки. Здесь я сразу начинала закручивать листики. Так, сейчас попробую другой способ. Шарики сначала делаю. Так, это я пока убираю, чтобы мне тут не мешалось. Раскатываю просто в кружки. Так же произвольной формы. Не обязательно, чтобы был идеальный круг. Так, друг на друга накладываю эти кружочки. Можно раскатать, если тесто делать самим. Можно раскатать сразу тесто, как обычно. Раскатывается тесто обычной скалкой. И там стаканчиком, чем-нибудь рюмочкой делать в кружочке, как вот мы делаем для печенья. Мне как-то интереснее руками, если честно. Чувствуется, насколько тонким получается лепесток. Так, четыре. Я хочу розочку вот наподобие вот этой сделать. Так, семь. Вот здесь вот в серединке поджимаю, скрепляю, чтобы тесто немножко прихватилось. Так, и теперь пробую использовать вот такой инструмент. Пробую разрезать. Так, и теперь скручиваю. Вот получается вот такая розочка. Немножко тоже можно лепесточки отогнуть. Вот такая. Здесь она у меня тоже получилась большая, так что я сейчас уберу лишнее. Такая розочка получилась. Так, и еще одну. Здесь вот такая получилась. Для первого раза, я думаю, сойдет. Не судите строго, только учусь. Переделывать не буду. Думаю, что такая тоже пойдет. Так, тоже так же лишнее отрезаю. Так, ну вот сейчас сделаю энное количество таких розочек. Хотела я что-то наподобие вот этой розочки. Когда я буду все это уже крепить на шпаклевку, вот такого цвета, конечно, яркого не будет. Я буду немножечко все подкрашивать сначала белой краской. Так, не открывается. Так, и теперь лепесточки. Так же небольшой. Так же сначала небольшой шарик, потом в руках. Вот приблизительно вот таким образом. Здесь можно немножечко какой-то фактуры придать листику. Так, ну вот так как-то получается. Здесь можно на руках что-то добавить. Прожилочку. Ну вот как-то так. Здесь у меня что, вот такие вот листики получались. Необходимое количество листиков сделаю таким же образом. Прожилочки прорабатываю вот таким образом. Ну вот такой получается оттиск интересный, хорошо отпечатывается, четко очень. Это я заказывала на сайте Алиэкспресс, так что не пожалела. Работает хорошо. И теперь еще покажу, как сделать цветочек кала. Такой у меня получился. Ну вот, конечно, не совсем такой, как здесь, но я думаю, что похоже. Ну вот сколько у меня получилось сейчас розочек на данный момент, я, конечно, буду делать еще розочки. Еще несколько штук, наверное, не слишком много для того, чтобы мне заполнить низ панно розочками. Сейчас немножечко еще сделаю. Еще листьев хотела показать, как делать. Я столько вот наделала листиков, сейчас покажу, как я их делала. И берем по одному лепесточку, подкручиваю его. Можно помогать вот каким-нибудь таким инструментом, можно не помогать. Следующий лепесток. Сразу же их подкручиваю немножечко, отворачиваю. Конечно, в этой работе нужен навык. Конечно, нужно, чтобы привыкли руки, как и, в общем-то, в любой другой работе. У меня первый опыт. Все на ощупь практически. Ну вот как-то так. Вот такая вот розочка получилась. Я буду делать еще. Буду еще, конечно, стараться. Здесь нужно побольше лепесточков. Сейчас я еще лепесточков сделаю. Так, ну вот такая розочка. Думаю, хватит мне такой розочки. Все эти розочки я буду высветлять. Они не будут такими яркими. Так, лишнее здесь я убираю. Так, ну вот такая у меня получилась розочка. Так, и по поводу листиков. Сейчас покажу листик. Прямо буквально на одном листике. Как обычно, скатываем в кружок. Ну и потом можно сразу овал делать и вырезать. Можно кружок. Ну вот такой кружок. Такой инструмент для лепки. И произвольно вот так вырезала. Так, теперь делаем прожилочки. Вот такой получился листик. Ну вот теперь еще у меня остается сделать какое-то количество розочек. Так вот у меня еще осталось, кстати говоря, вот лепесточек сюда. остался лишний. Так, ну вот так. Все оставляю. И уже, когда буду делать это панно, буду показывать. Здесь у меня вот эти листики я оставлю. Буду их вживлять в шпаклевку. Здесь, кстати говоря, также сделаю из теста кирпичики, маленькие. Можно было бы просто в шпаклевке проложить швы о кирпичной кладке шпагатом или скотчем малярным. Вот потом нанести шпаклевку, убрать шпагат или скотч, и швы тогда откроются, и кирпичики будут видны хорошо. Но раз уж у меня есть тесто, я сделаю из теста кирпичики и вживлю в шпаклевку. Ну и буду все это, конечно же, вам показывать. Вот это у меня еще розочки, которые куплены. Вот столько у меня получилось на данный момент без цветочков. Еще сделаю какие-то стебельки, также из теста, и потом уже буду здесь составлять композицию. На этом заканчиваю. Всем удачи, творческих успехов, находим себе занятия, творим, особенно если дети дома, находим занятия деткам. Всем удачи, до новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok